Собственники объектов размещения, гостиниц, здравниц, санаториев собрались в одном зале. В руках у каждого ярко-желтые листовки и буклеты. Чтобы будущий курортный сезон прошел на еще более высоком уровне, по качеству обслуживания и безопасности, Межведомственная комиссия Анапы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей разработала специальные памятки. В будущем сезоне предоставление гостиничных услуг будет невозможно без свидетельства о присвоении категории. Это касается любых средств размещения более пяти номеров. Для отдыха детей особые требования. Если раньше организованной группой считалось более десяти детей, то теперь более восьми. На детей из семи, из количества семи, есть один сопровождающий. У этого сопровождающего должны быть в обязательном порядке следующие документы. Это свидетельство о рождении на каждого ребенка, медицинский полис обязательного медицинского страхования и согласие родителя единственного, если он единственного ребенка, или обоих родителей, на то, чтобы этот сопровождающий представлял интересы в пути следования на отдых и обратно, а также во время нахождения на отдыхе у нас в Анапе. Организованные группы из 20 человек обязательно должен сопровождать вожатый и воспитатель. Ужесточились требования СанПИН. Особое внимание докладчики привлекли к обеспечению пожарной безопасности. Все здания должны быть оборудованы автоматической системой оповещения. Запрещено размещать детей в мансардных этажах деревянных строений и более 50 детей в одном деревянном здании. С января 2015 года проверки со стороны пожарных служб станут более суровыми. Своевременное обращение за консультацией и помощью по адресу улицы Астраханская, 74, поможет избежать крупных штрафов. Еще один важный вопрос – перевозка детей. Основной проблемой является неподача своевременной заявки на сопровождение уведомления органа ГИБДД о планируемой перевозке, что затрудняет проверку технического состояния транспортных средств, в данном случае автобусов, на предмет соответствия их безопасности, а также водителей. Заявку необходимо подавать за 10 дней до планируемой перевозки. Памятку можно получить в администрации города в Управлении по делам семьи и детей и тщательно подготовиться к будущему курортному сезону, чтобы отдых детей был не только комфортным, но и максимально безопасным. Субтитры создавал DimaTorzok